Редакционный номер у вас состоит из трех чисел. То есть это ваш именно номер. Это номер региона, номер площадки. Удмурский государственный университет. Краткая консультация, как перед экзаменом. И напутственное слово будущим историкам от человека, который о народах страны и мира знает все. Профессор Владимир Владыкин корифеет на графической науке. Посмотрите, сейчас проблемы этнические встают в один ряд. С проблемами экологии, с проблемами войны и мира по остроте своей. Поэтому хотим мы, не хотим, их надо будет решать. Профессору Владыкину вторит его коллега из Германии Мартин Тамке, тотально поддерживает идею этнографического диктанта. Сложность заключается в том, что мы должны на самом деле общаться друг с другом, показывать, почему мы другие, и объяснять это. И только в этом процессе возможно взаимопонимание. А в Доме дружбы народов за ходом диктанта наблюдают волонтеры. Все пишут без подсказок и подглядываний. После тестирования – вручение сертификата. Там был интересный вопрос по ветке соответствий. То есть надо было определить республику и ее стыдицу. Также национальная кухня была представлена тоже в такой же форме. Для студента монтажного техникума Ильи Акулова этнография оказалась непростой наукой. Размышлял до последнего, но в лимит времени написания диктанта уложился. Какие вопросы вызвали больше всего времени на раз в лиме? Вопросы соотношения, то есть там языки, народы, их культуры и тому подобное. Мне кажется, мы достигли результата того, на который очень надеялись. Все, кто выходил сюда в коридор по написанию диктанта, он продолжал об этом говорить, обсуждать, задавать вопросы. Результаты федерального этнодиктанта будут готовы через месяц. Организаторы позаботились и о тех, кто желает пройти тест, но не смог в рабочий полдень. Время еще есть. До часа дня по московскому времени, 5 октября, тестирование можно пройти в онлайн-режиме на сайте мирэтно.ру. Константин Ишболдин, Юрий Егоров, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Угмуртия». Константин Ишболдин «Моя Угмуртия»